В самом начале этого ролика мы хотим напомнить вам о самом первом правиле нашего канала, это помощь детям. Не забываем помогать детям, не забываем просто хотя бы с миру по ниточке. Это наши правила и мы не собираемся от него отступать и по-любому будем продолжать помогать нашим деткам. Так что, творим добро. С Богом вреда. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! А сегодня у нас в программе на обзоре вот это вот животное. У вас хуйплят. Убедительная просьба убрать от экранов детей. А тем, кому не нравится мат, который слушают меня через телевизор, убедительная просьба забить в уши наушники. Не одеть, а забить, потому что вы меня уже заебали. А кому не нравится вовсе мой мат, можете идти в сторону, блядь, УАЗа Патриота. Всем салам алейкум, пацаны. И вы снова на канале Асата Ченнел. И с вами Марат Борода, Коля в шапке. Барселона, Барселона, именно Барселона. Кому не нравится то, что, блядь, я ношу шапку Барселона, это вообще меня ни с какой стороны не тарахтит. Чё вот надеваю, то и одеваю, блядь. И вообще, какая вам разница за команду я болею? Я вообще, блядь, за регби болею. Вот он, вот он, вот он, вы предвкушаете, да? Уж вот за эту машину, блядь, только попробует мне один барбос написать, блядь, в комментариях, что чё ты там обманываешь, что типа тебя все просят, блядь, Патриот. Вот он вам, ваш Патриот. Чё вы до меня, вот чё вы хотите от меня с этим Патриотом? Этот Патриот у меня просят ещё со времён, блядь, обзора на Ниву Урбан. Уже год прошёл, и, наверное, блядь, больше, чем Патриот, у меня ещё никто ничего не просил. Чем он вам так интересен, этот Патриот? У вас хуеплёт, блядь, я его так и называю, у вас хуеплёт, блядь, потому что по-другому этот автомобиль, блядь, не могу назвать. Ну, сейчас мы вместе с вами будем разбираться, вот что вот это вообще за машина. Всё вам не нравится, то, что вам блогеры и другие говорят. Вам не нравится то, что они вас обманывают, да? Забивают сухую шляпу в ухо без маски. Кровоточит-то ушко. Максимально откровенный, блядь, обзор от Марата Бороды. В мире животных, хочу назвать этот обзор. УАЗ Патриот в мире животных. Уляновский автозавод. Все мы прекрасно знаем историю УАЗа, то, что это военные машины. Давайте не будем мы сейчас распространяться на всю линейку моделей УАЗа. Всю вот эту вот трухню, которую, щебёнку, которую они нам выпускают. Мы сегодня будем разбираться конкретно вот с этим автомобилем, с УАЗом, с громким названием УАЗ Патриот. Хотим понять, что нам, как Патриотам своей страны, даёт УАЗ. Я, бля, просто не знаю вообще, как охарактеризовать тот автомобиль, который нам изначально дали до УАЗа Патриота. Это вот, ну, в настоящий смысле, вот, высер, натуральный ублюдок, 7-месячный, незаконнорожденный. Как хотите его так и называйте. УАЗ 3160. Выпуск его начинался в 1997 году его начали. Потом у нас появился что? УАЗ Симбирь. Симбирь или Симбирь или Имбирь. УАЗ Кинза. УАЗ Кинза. Недолго он, короче, побыл на просторах наших дорог. До 2005 года его выпускали. И в 2005 году нам что решили дать? УАЗ Патриот. Автомобилем его тяжело уже назвать. Изначально, когда вот начали придумывать ещё тот УАЗ 3160, я совершенно случайно узнал, что к дизайну вот этого вообще, к изобретению вообще вот этого вот герьма, причастный, как вы думаете, кто? Дизайнеры АвтоВАЗа. АвтоВАЗа и Билл Вайт. АвтоВАЗа. А чё нам может? АвтоВАЗ нам что может, да? По сей день нихера нам не даёт. Вот они его разработали аж в 1980 году. И первый раз он появился в 1997. 17 лет вы чё делали там, балбесы? 17 лет прошло, и вы только выпустили разработку 80-го года. Браво! Ну это же АвтоВАЗ. Десятка в 76-м, наверное. Разработалась, а её выпустили в 90-х тоже. Предпоследний рестайлинг этой машины. Вообще у УАЗа вот, ну, есть какая-то характерная черта. Они каждый год какой-то рестайлинг ему делают. Каждый, сука, год чё-то, блядь, меняют. Вот УАЗа он там придумал новый рестайлинг. И человек ждёт что-то от УАЗа путное. Опять как всегда. Тут по большому счёту бабка на двое сказала. Это как бы хер его знает. В сентябре этого года они сделали опять рестайлинг. И назвали линейкой 2019-го года. Может вам на битву экстрасенсов? Вы ещё в будущем машины делаете? Что касается рестайлинга. Ну это оптика, это решётка. Вот это ДХО раньше у них было прямое. Сейчас она на всю вот, ну как бы по контуру фары идёт. Пластиковые бампера нам дали. Очень часто сравнивал эту машину с УАЗом, с Урбаном, с Шевролетом, да. Потому что мне на самом деле очень сильно нравится УАЗ, знаете в чём? То, что они всё-таки, ну краешком уха вот этого вот, да, они прислушиваются к своему потребителю. У него мордашка красивая. А он мне нравится, знаете-ка, ровно вот отсюда, вот отсюда. Всё. Они у себя на заводе поменяли там всё, что можно было бы поменять. Они добились нового окраса своих кузовов. Я сегодня пробежался, блядь, по вашему, сука, окрасу кузовов. И я, если честно, пацаны, одурел. Вы как там красите эти машины, а? Вот здесь, посмотри. Вот эта машина, она 2017 года. Вот видишь наплыв краски? Посмотри. Вот, вот посмотри просто вот на эти моменты, посмотри. Это мелочёвки. А я да не хочу докапываться. Это в максимальной комплектации. С 17-го года в самой максимальной комплектации со всеми доп. опциями этот автомобиль выйдет вам около миллиона 120 тысяч. Миллион 120 тысяч. Нахрена УАЗу? Я вас спрашиваю. Вам зачем 5 комплектаций? И то у каждого дилера то 5, то 4 комплектации. То есть, дилеры сами ещё не знают, сколько у них правильных комплектаций. Самая такая комплектация, типа, бля, сосед лоха там, подайте на пропитание, не хватает на бензин. Называется у них Classic Fit. Вот 764 тысяч 500 рублей. Самые бедные комплектации. Бампера, арки, ручки, зеркала не окрашены в цвет кузова. Вот эти 3000 рублей, которые стоят, да, вот эти противотуманки официально, у них там на сайтах официальных, да, 3000 рублей. Вы что, эти 3000 рублей только в 4 комплектации нашли? Это что, нормальное отношение к своему потребителю? Хер там. Кстати, у УАЗа это вообще хрень какая-то. Ты можешь взять, ну, в смысле, самую бедную комплектацию и начать играть в Легу Год. Построй УАЗ сам. В самой бедной, самой простой комплектации. Опять же, как и у Гранд ФЛ. Нету тупо задних подголовников. Опять скажу, задние подголовники, вы там, балбесы, стоят, бля, ну, там, 1000 рублей, 1500-2000 рублей. Ладно, вы считаете там о деньгах. О пассивной безопасности вы подумать не хотите? УАЗ, как бы, не считается безопасным автомобилем. Я, кстати, посмотрел недавно одного блогера. Я прям хочу ему поаплодировать, бля, за то, что он вот так вот, бля, грамотно разъебал вот эту машину. Блюденов, да, он сделал на него тест. Сделал его, бля, в городских условиях, так как вот эту шляпу сейчас нам продают как автомобиль для всей семьи, сука. Автомобиль, который, бля, предназначен для любого покрытия. То есть он тебе и по какашкам повезет, ибо по городу он должен неплохо, как бы, ездить для всей семьи. И вот мы приходим к комплектации, бля, за сумму от миллиона 50 тысяч. Лям. Вы все спорите и постоянно говорите, почему ты сравниваешь машины со вторичным рынком. Ну вот сейчас за лям 100 тысяч, если топ-опциями набрать самую максимальную, бля, комплектацию, больше миллиона, это миллион 100, миллион 200, грубо говоря, я себе возьму очень охуевший прадик. Если я захочу по говну погонять, я себе возьму крузер 80-ку. Уазик близко рядом со мной, не тарахтел. Миллион с чем-то, бля, ты отдаешь за УАЗ. Ты накопил, бедолага, там, миллион 150 тысяч, чтобы выгнать себе какой-то паршивый УАЗ. Ты начинаешь понимать цену деньгам, понимая, за что ты вынужден отдать копейку. Понимая цену деньгам, я сейчас хочу реально порекомендовать вам дебетовая карта Рокетбанка. Вот Заур взял себе дебетовую карту Рокетбанк, и вот уже, ну, не первый день он ей пользуется. Удачно, абсолютно бесплатная карточка. Любой другой банк, он, ну, спишет у вас хотя бы какие-то маленькие деньги за обслуживание. Ты получаешь в конце каждого месяца на свой остаток по карте ты получаешь 5,5% годовых. Плюс еще всеми любимый кэшбэк, минимум от 1%. Ну, если вы конкретно дотошный человек, да, вы можете, ну, добить этот кэшбэк до 10% там на заправке. Для геймеров здесь вообще бешеные, короче, скидки и бешеный кэшбэк. Ну, и точно так же, бля, для наших подписчиков есть небольшой бонус. Переходите по ссылке в описании, заказывайте себе дебетовые карты Рокетбанк, и получите 500 Рокетбанк рублей. Ну, и плюс самое, что интересно, у них нормальные, адекватные люди, которые работают в службе поддержки. Всегда можно позвонить, спросить, поинтересоваться, и вам всегда нормально, человеческим образом объяснять. Плюс у этой карточки то, что с этой карточкой вы можете 5 раз в месяц на всей планете Земля, где находится вообще банкомат, и снять абсолютно без процентов деньги. Где бы вы ни были, в Гондурасе или на окраине Антарктиды с пингвинами рядом, если вы стоите там из банкомат, вы можете 5 раз в месяц вот с этой дебетовой карты беспроцентно снять тенюшку. Даже пингвины охерели сейчас от того, что я вам сейчас сказал. Переходите по ссылочке, заказывайте себе дебетовые карты. Я, наверное, себе тоже закажу. Завр, как всегда, только на себя одного заказал. Я аж кэшбэк не знаю, что такое. Я аж с гор за спичками спустился и здесь остался. Зажигалку увидел бы. Мне тоже такую закажи. Я рекламирую. Ты только себе его заказал, пользуешься, и уже достаточно немало, кстати. Так что, Рокетбанк, всем советую. Холодновато, да. Ну, я его все же подвечерел. Как мне написали, холодно, блядь, говорит, у них там у нас чуть-чуть минус 38. Мы, говорит, с телками по проспекту в майках ходим. А ему, говорит, там холодно, да, и все. Ну, извините, вот такой вот я сахарный. Дело не в том, что мне холодно, у нас здесь очень влажно. Влажный, мокрый холод. Мне хотелось очень сильно поинтересоваться у этих людей, которые создают эту машину. Они вот очень много говорили за покраску. Они там у себя на заводе отрегулировали все там движения, короче, которые краскопультят там их машины. Да, я вот сейчас прошелся, я охерел. Давайте я вам приколюсь, чего я охренел. Вот пороги. Владелец этого автомобиля вытащил, когда машину с салона. Через какое-то время там он поездил и поменял эти пороги, потому что те пороги облезли моментально. Здесь то же самое. Он их поставил, чуть-чуть попользовал, посмотрите, как все облазит. Эта машина сейчас стоит миллион с чем-то рублей. Если пройтись просто по покраске, вы ошалеете. О зазорах на кузове я вообще молчу. Все зазоры у этого автомобиля разные. Здесь он на двери один, с другой стороны он будет совершенно другой. Насколько широкий зазор здесь и насколько узкий он здесь. Здесь то же самое. Вот здесь то же самое. Вот, посмотри. И насколько уже он стал вот здесь. Посмотри вот сюда. Здесь уже пошла коррозия у автомобиля. Пошла тупо коррозия. Как вы хотите. Вы говорите, что вы там окрасите. Вот здесь вообще очень сильно явно видно. Вот, посмотри. 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 Посмотри просто на покраску автомобиля. Здесь плевки. Все. Шигрень видно безумно. Сколько блогеров я посмотрел. И там даже один владелец УАЗа. Он так, он так хвалил покраску. Ты еще болван что ли? Я не представляю просто сколько денег им платят за то, чтобы они говорили за это хорошо. Вот посмотри на зазоре вот этого бампера. Этот бампер не снимался. Он заводской. И посмотри, он по цвету не попадает. Да, пластик. Сейчас вы скажете, на нем краска смотрится по-другому. Согласен. Ну, не вот так. Два разных оттенка. Цвет одинаковый, оттенки разные. Вот, 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 вот. Эта машина не крашена. Она в заводской лакокраске. Вот, посмотри. Да, вот эти зарубины. Блядь, вот когда смотришь на вот эту арку сдалека, да? Вот накладку вот эту. Неужели это трудно? Немножечко поменьше сделать. Или чуть-чуть выше его поднять, чтобы визуально вот она ровно смотрелась. Посмотри на его рожу. Огромное крыло. И спереди его поворотник стоит. Да, вот он. Как обсаженный китайец. Это реально произведение из-под хумора. Вот. Ты видишь это? Видишь. Пусть другие тоже увидят. Только что помыли машину. Мы загоняли ее на малярку. Мы загоняли ее на мойку. Вот эти еще нормальные были. Помыли ее. Ладно, это пластик. Он даже не прогрунтован. Вот ее рестайлинг, кстати. Здесь изменили. Здесь тогда ручка. Вот здесь открывание было. И вот эта дверь. Гараж открывается. Эту машину выпускают с 2005 года. Ну неужели у вас там нет людей, которые сделают нормальную заднюю дверь? Нормальную. Не вот на этих петлях. Сейчас вы скажете, у гелика то же самое. Это что за наружные петли, блядь, а? Эта машина стоит миллион с чем-то. Это что за... И посмотри, как она покрашена. Зато это чтобы не гнило, наверное. Я не знаю. Спрашивал у хозяина. Я говорю, задний бампер мялся. Он что-то нет. Посмотри, какой волной он идет. Так, если искусно на него посмотреть. Он волной идет. Он кривой. Он с завода кривой. Открываешь, блядь. Все вот здесь, блядь, пластиковое. Сука. Все пластиковое. Все гремит, блядь. Все ходит. Вот это что такое, блядь? Насквозь видно. Просто вот, ну, видно насквозь. Посмотрите на эти швы. И вы мне говорите, что, блядь, у вас это пиздец, что за машина? Это пиздец, что за дно? Пользуют, блядь, все госслужбы. Армия, блядь. Все. И вот вы даете такое. Это что за наружный замок? Конца, блядь, 54-го года. У них была болезнь. Да, вот специальные, блядь, да, вот такие штучки. Чтоб дверь не провисала. И вот эту конитель. Вы что впаяны? Нет, чтобы придумать нормальную, блядь, сука, крышку, блядь. Нормальную пятую дверь. Она скрипит, пердит. Что хочешь, что и делает. Вот просто на его герметик посмотри. Вот, ну, такое ощущение, что его знаешь, кто ложил? Его ложил не робот. Туда пришел какой-то дядя Вася. Который, блядь, вчера изрядно нормально накидал себе за шиворот. И с тем, что у него тряслись руки, он вот так ложил герметик. Вот отсюда его положили. То есть мы опять без герметика, а тут, о чудо, герметик опять появляется. Пластик, естественно, блядь, деревянный, деревянный. Миллион с чем-то. И владелец боится шумить крышку багажника, потому что он боится, что петлям будет пиздец. Хотя посмотри на эти петли. По ихнему виду должны три ядерные войны пережить. Здесь все должно, блядь, сгнить, умереть, блядь, подохнуть. Но эта петля должна остаться живой. Закрывается. Видро, бля, натуральное. Двери. У нас закусывают. И сразу вопрос. Вот это что за замок? Это что за замок, придурки? Они до сих пор оставили этот замок. Опять резинка у нас идет только поверху. Снизу же она не нужна. У нас что, пыль только поверху летает? Или шум у нас только поверху, что ли, идет? А без шума не надо нам? Она такая тяжелая, бля, посмотри. Она нелегкая, в смысле. Посмотри, вот, на штамповку посмотри. Просто качество, безобразнейшее качество сборки, качество подгонки, блядь, качество материалов, качество окраски, безобразное исполнение автомобиля, который стоит больше миллиона рублей в самой его максимальной комплектации. Посмотри, это ржавчина, это, бля, это коррозия, то есть машина уже стала, ну, ползти. Эта машина будет гнить очень скоро. Так, в принципе, УАЗик никогда не славился прочим кузовом. Они всегда гнили. И не надо там мне пиздец, что они не гниют. Они гниют, как друшлаг гниют. Потом можно через них макароны пропускать. Но уже не нужна будет. Взял так, капотом, бля, макароны там, там, муку. Зато, зато у них, бля, ручка открывания капота. Посмотри, бля, что за лопатник здесь? В натуре педаль тормоза, я... Посмотри, как она огромная. Пиздец, бля. Капот. Я очень рад тому, что здесь газовые упоры стоят. Ну, браво УАЗ, браво. Это просто, ну, сказочно. Я же говорю, мне эта машина нравится ровно до конца морды. УАЗ очень сильно любит менять двигатели. Ну, как менять, экспериментировать с двигателем. Дизели шли. Сейчас, кстати, дизеля не выпускают. Сейчас они думают опять у кого-то там что-то купить. Ну, по-другому же не вариант. Они выпускались двумя двигателем. Бензиновый и дизельный. ЗМЗ, это те же самые волговские двигатели, которые текут. Это вот, ну, та же, в принципе, гонорейка и здесь стоит. Здесь дизельный шел. ЗМЗ 514, 98 лошадей, объемом 2,2 литра. Который там пожил какое-то время. Потом охуел от жизни, если честно. И вот туда убрали. Потому что очень капризный был двигатель. Очень капризный был до топлива. Постоянно у него какие-то проблемы были с форсунками. Какие-то перегревы он испытывал постоянно. Кривилась у него башка. Кстати, у ЗМЗ проблемы с башкой постоянно. Может, у производителей ЗМЗ проблемы с башкой? Вы там отшлифуйте, полирните себе. Поиграйте в голове со степенью сжатия. Кстати, с дизелями они здесь экспериментировали очень много раз. Три раза точнее. Первый это у них был ЗМЗ, наш отечественный. Я же говорю, 98 лошадин, лошадиных сил, объемом 2,2 литра. Итальянский двигатель в ебенели, бля, от Ивеко. Тоже объемом 2,2 литра. С чем-то лошадей, ну, 116 лошадей, если я не ошибаюсь, бля. Тоже оказался не лучшим мотором, не лучшим решением для этого автомобиля. Проблемы были, блядь, вот с топливной системой. Их там, Command Rail. До очка, короче, капризная на топливо. До очка капризные у него форсунки. Теперь они его оттуда уебенизировали. И опять какое-то время стали делать наши 5 отечественные, 514, 514-32. С той же, сука, системой Common Rail. То же самое. То есть они выкидывают итальянский с этой системой топливный Common Rail. И ставят свой с той же, сука, системой. В итоге, короче, сейчас они там опять что-то думают. Двигаются там, а что-то в направлении Индии, или там Кореи, или Пакистана, или Судана. Пока эти автомобили после последнего рестайлинга, они идут без дизеля. Естественно, наши самые любимые двигатели, это 409 двигатель. УАЗ производился, брат, во множествах вариаций. УАЗ Патриот, УАЗ Карго, вот этот ублюдок непонятный. Мы поставили туда Кунг и пиздец. Или УАЗ вот этот, укороченная база. Я вообще упал, когда я это услышал. Я чуть коня не родил, отвечаю со смехом. Был вот этот ублюдок-каратыш. Просто с выражения я упал. Воткни сейчас вот в этот момент сюда вот фотографию вот этого УАЗа. Каратыша, вот этого пони для УАЗовского, да. Позиционировал себя этот автомобиль, как автомобиль для молодых и энергичных, Вася, людей. Я просто представляю вот этого молодого энергичного человека, отрамалиного, который заходит вот расчуханный в этот автосалон и говорит, я, короче, смесь и пиздец какой молодой, и смесь и пиздец, короче, какой, короче, я активный. Я бы вот хотел УАЗ Патриот для активности. Выпил, блядь, три флакона Рэдбула, и у меня кукуня улетела. А вот, ну, энергетик еще тот. Вообще вариантов куча была. Вот про эти двигатели говорить больше нечего. Ни хрена здесь толком не дают. Сейчас у них вообще на последнем рестайлинге есть новый двигатель. ЗМЗ ПРО? ПРО что? Про стата? Что за ПРО, блядь? Про дурки, сука. Это все очень старое. Неужели у нас нету людей там, а у вас хотя бы, блядь, что вы поработали над этим? Придумайте уже 410-й двигатель какой-то, я не знаю, 411-й. Хороший эти 406-й, 405-й, 409-й у себя там в подсобке перебирать. Хотя люди довольны этим. Я не знаю, чем они довольны. Все проблемы, которые из года в год шли к нам на Волгах, на УАЗах, они сейчас здесь. Они играются с системой охлаждения. Термостат ему меняют, там еще что-то меняют. Заявляют о огромном рестайлинге. Плюс они играются там. Опция, блядь, зимний пакет. У нас страна вся, блядь, в опциях зимний пакет. Эта опция должна на самой бомжовой комплектации идти. Но надо еще до нее дотянуться. И закрываем все. Сука. За салон мы, конечно, сейчас поговорим. Сразу же Волговский двигатель ты чувствуешь. Машина рамная. Когда ты заводишь вот это. Если в Волге тебя шатало так, то здесь тебя не так уж и подшатывает. Но все-таки какие-то колебания на кузов передаются. И ты сразу понимаешь, что вот здесь тоже Волга. Вот это тоже Волга. Понимаешь? Вот это тоже Волга. Не, чувствуешь, конечно, себя очень сначала непонятно. Само ощущение того, что ты вот в такой крупной габаритной тачке. Честно, сейчас я себя приятно ощущаю в этом автомобиле. Несмотря на всю его внешнюю ущербность, брат, то в салоне намного стильнее. Расстояние между педалью сцепления и педалью тормоза просто пиздец. Вам что, линейку что ли подогнать? Ну, реально? Оно минимальное. Ну, потеряться можно. Еще надо, бля, умудриться включить ее. Пробег 29 тысяч. Новая машина, да? Пиздец, что за ублюданский рычаг. Просто таз. Он прямой, да? Надо еще, бля, поставить. Максимальная комплектация. Мультимедиа. Трехспицевый руль. Честно говоря, чисто внешний, бля, кончелыжный. Хотя и опциональный. Круиз-контроль, там все дела. Конечно, в максимальной комплектации вы получаете кучу опций. Да, ничего мягенько так едет, но... Конечно, тормоза у него пиздец какие-то непонятные, бля. Что за конитет? Очень высоко, бля, себя чувствуешь. Очень уверенно себя чувствуешь в этом автомобиле. На самом деле. Ну, тормоза, бля, мне не нравятся тормоза. В бедной комплектации полный привод вы получаете вот с этой мешалкой. В предмаксимальной комплектации даже здесь вот этот конитель-шайба. Электромеханическая раздатка здесь стоит. В этом рестайлинге они с подвески тоже поработали. Сделали его чуть-чуть помягче. Кстати, мотор низовой чувствуется, что низовой. Еще попасть надо умудриться, бля, если честно. Рессоры у него были, по-моему, три листа. То есть в рестайлинге они их уменьшили. Они их тоньше сделали, чтобы помягче сделать, покомфортнее. Да, ничего так, бля, знаешь. Понимаешь? Вонючий, конечно, пластик. На самом деле он твердый, очень твердый. Павел Блюденов сказал, что порежешься, порезаться. Ты здесь ни обо что не порежешься, не травмируешься. Но, в принципе, как вот для внедорожника, очень даже неплохой интерьер у него. Мне нравится. Салон очень такой спокойный, лаконичный, мужской. Обламывает, конечно, вот этот трехспицевый руль. Он в натуре, как на пазике. Приборка нормальная, читаемая абсолютно. Хорошо, что оставили они жестко подключаемый передний привод. Ни хрена себе. Для любителей, бля, охоты и рыбалки, бля, самое оно. В салоне, да, чувствуешь себя. Более-менее что-то тебе дали. Две печки. Кстати, вторая, бля, как доп. опция идет. Убрали два бака отсюда. Поставили один. В шестнадцатом году и панели тоже поменяли. Газань говорит, что до этого панель была помягче, потому что у него в пользовании еще есть другой автомобиль УАЗ Патриот. Здесь, конечно, да, пластик очень-очень дубовый, очень, конечно, вонючий и очень шумный. Слышно, как вводит коробка. Мотор тоже слышно в плане проходимости. Да, это очень проходимая машина. Она нигде не оставит вас. Мягенько. Вот сейчас я заметил, на самом деле, подруливать надо ее. Не знаю, купил бы я себе. Не купил бы, скорее всего. Блядь себе. Ого, ловлю я ее. Машину надо ловить. Головной свет неплохой. Хорошо, а вот мне свет нравится тоже. С хрустом вставляются, вот эти приколоться какой-нибудь. Дастер выхватите. На кучеря видите вода на УАЗе. Дастер вообще не соперник нам. Завур сейчас сидит и думает, бля, Марат, не бою, я по себе езди нормально. На УАЗе. В комплектации очень такая неплохая. 4 стеклоподъемника, мультимедиа, подогрев рулям на круиз-контроль. Климат у нас стоит, задних сидений подогрев. Максимальной комплектацией в этом рестайлинге шли кожаные сидения. Они здесь сейчас, кожаные сидения есть. Но сейчас уже в рестайлинге кожаные сидения в максималке не купишь. 57 тысяч рублей надо отдать, блядь, за кожаные сидения. Перчаточный карманчик тоже на самом деле перчаточный карманчик. Вот это сейчас она на заднем приводе, на постоянном. Потом вот это включается полный привод. Полный привод можно включить на скорости до 60 км в час. Если вы хотите включить понижайку, вы делаете полный стоп. Включаете вот 4L. Нажимаете сцепление, включаете 4. Так, нажимаем и ждем. И все, и она включилась. Сейчас она уже идет как доп. опция. Это блокировка. Вот если откровенно говорить за УАЗ. Я иначе говорить не могу и обманывать не хочется, да. Очень много у машины косяков. Первый ее косяк это просто сборка. Просто как эта щель может быть в автомобиле стоимостью свыше миллиона. Здесь она есть, а там ее нет. Есть очень много недоработок. Ну вот честно, если бы эта машина стоила 700 тысяч рублей в максималке, я бы ее купил. Я бы мог простить, блядь, вот эти зазоры. Я бы мог простить вот эти скрипы. Я бы мог простить этот дубовый пластик. Я бы мог простить вот эти девяточные замки. Но она стоит выше миллиона. У кожаного салона там есть тоже свои моменты. У них на сидениях она мялась, потому что там было две прострочки. Потом добавили третью прострочку. В итоге, короче, кожаный салон. Убрали с максималки. Хочешь кожаный салон, да оплати 57 тысяч. Предназначена для грязи, для бездорожья. Там она себя показывает превосходно. А вот в городе, в городе эта машина печальна. Обзор на УАЗ Патриот. А с вами был Марат Бородакулиев и канал Асата Ченнел. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Потому что я с вами был максимально откровенным. Сегодня постарались сделать обзор именно так. А зайдет или не зайдет, уже как бы дело ваше. Подписывайтесь на наш второй канал. Осмеди Асата Лайф. Подписывайтесь на наш инстаграм. Асата Ченнел. Наш второй инстаграм. Осмеди Асата Лайф. И еще снизу будет ссылочка на нашу группу. Вконтакте Асата Ченнел. Всем пока, всем салам. С вами был Марат Борода. Скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok